Дорогие товарищи и друзья Мы спрашивали Евгении Сламоновне, выкрутится он или нет. Она с самого начала, она же полугрузинка была, она с самого начала сказала. Он не выживет. Ну, каждый день передают состояние его здоровья, и каждый день мы к ней несемся в лазарет спрашивать. Ну, как, вот не умирать же? Утро 6 марта 1953 года. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза СССР и Президиум Верховного Совета Союза СССР с чувством великой скорби Извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни... Собаки собачья смерть. Мне достаточно. Упасть и умереть лежа? Мне достаточно. Я это мужчина. Товарища Сталина застали лежащим на полу. Нет, говорили, нет. Застали лежащим на полу. Первый пришел туда Берия. И потом то ли писали, то ли сплетничали, но все знали, то он упал, он лежал на полу. И никто, он никого не вызвал Берия. И неизвестно, может, оно что еще подсыпало ему. Он его стал бояться. Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Сначала он болел. Мы в школе были. И вдруг Сталин умер. А у нас урок физкультуры был. Мы сидим хохочем. А преподаватель физкультуры говорит, вы что смеетесь? Сталин умер, а вы смеетесь. Мы так хохотали, что нам все равно было. Я домой пришла, говорю, мам, как мы будем дальше жить? Сталин. Мы решили, что без Сталина вообще везде Сталин. Он прямо руководит нашей жизнью. А она говорит, ничего, как жили, так и будем жить. Ну, конечно, в общем-то, радость. Я не танцевала, не прыгала, но, честно скажу, радость. Радость не такая вот, а ура. Конечно, я от восторга не знала, куда деваться. Я боялась даже идти в корпус к детям. Я боялась, что у меня на лице написано улыбка. От уха до уха. Я делала лицо скорбное. В сердцах миллионов людей Острой болью Отозвалась горестная весть. Я пришел на второй урок и сказал, там Сталин что-то с ним такое случилось. Я говорю, да, это не может быть, это вообще не может быть. Все зашевелились, побежали за газетами, которые в этот день позже вышли. Народ стоял около киосков. Я к этому отнесся, я еще не понимал, что нас ждут большие перемены. Открыто говорят, ну, придет другой такой же, понимаете. В эти сгорные дни Все народы нашей страны Еще теснее сплачиваются Великой братской семье У нас в квартире жил человек, он был главным бухгалтером. Вот как тогда, интересно, люди жили. Главный бухгалтер Министерства здравоохранения жил в коммуналке с тещей. И вот я в шесть часов выхожу на кухню и говорю, это теща Клаве Васильевна. А Сталин умер. Она мне говорит, да, так спокойно. Я говорю, ну да, вот только что передали по радио. Она говорит, вот видишь, какие дела. А Иван Васильевич сегодня кофе не стал пить. В траурном уборе нефтяные вышки Баку. Вот 6 марта 1953 года. То есть на другой день, как Сталин умер, да? Ну, это письма, когда мама уже была в ссылке. Сами понимаете, как она была настроена по отношению к Сталину. Тем не менее она пишет, такое ужасное горе. Умерся Сталин. Мы тут все рыдаем вообще и плачем. Я эту кабану прочла, просто чуть со стола не упала. Сегодня настроение очень плохое в связи со смертью великого вождя, товарища Сталина. Я только что пришла с митинга, да? С травмного митинга, вот. Воображаю, как вы это переживаете. Будем еще лучше работать и этим докажем свою преданность. Родина, что ли, да? Все, и свою преданность, да. У меня ничего нового. А? Хорошо? Глубокий траур. Одерись города и села советской страны. И такой стон шел поделенный. Так я вместе с детьми плакала. В школе мы все стояли у портрета со слезами. И я стояла. А потом я пришла домой, а там ствол накрыт. И все говорят, ура, праздник большой. Усатый накрылся. Вот только тогда я поняла, что он плохой человек. И вот тогда мне мама все это объяснила. Кто такой папа? Кто такой Джурашвили? На улицах столицы, в центре и на окраинах, Возник бесконечный поток людей, Устремившийся в этот день траура к Дому Союза. Был заполнен Камергерский переулок. Была заполнена Дмитровка. Значит, кусочек бульварного кольца до Трубной площади. А весь остальной город в этом участие не принимал. Какое это будет соотношение? Трудящиеся столицы шли в колонный зал Для великого прощания с гениальным вождем и учителем трудящихся. Москва четко раскололась. Котел, который кипел около колонного зала И там в сторону Трубной площади и весь остальной город. Я ездила в этот день по всему городу. Никакого ощущения, что что-то произошло, не было. А вот эти истерические, вопящие толпы около колонного зала были. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда люди проходили через колонный зал, их выгоняли аж за белорусский вокзал, чтобы они по цепи уходили туда. А ввиду того, что мы здесь жили, нас пропускали обратно. И было соревнование, кто больше пройдет. Делать нечего было. Все заблокировано, школа не работает. Я прошел 18 раз мимо Гроба. У Гроба Лождя собрались его верные ученики и соратники, руководители партии и правительства, члены семьи товарища Сталина, члены Центрального комитета партии, партийные и советские руководители союзных республик. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Где-то посередине, может быть, даже ближе к Арбатской площади еще, уже заметная толпа стала, а я ждала ребенка. Я себе представляла, что мы там будем стоять в такой молчаливой скорбной очереди, а тут толпа. Ну, я хотел назад, но толпа прет назад, не пробьешься. А по бульвару едут конные полицейские, ну, милицейские. И надо сказать, хороший, мне милиционер попался. Он сказал, и чего ты, дура, приперлся? И перегнулся через решетку, поднял меня и на сквер поставил. А по скверу закрыто было, мы только по улицам шли, и сквер пустой был. Ну, и домой вернулся к счастью, потому что, конечно, я бы не только ребенка потеряла, и сама могла погибнуть, но ребенка уж точно потеряла бы. А так, слава тебе, Господи, есть у меня сыночек Миша. Одна за другой вступает в дом союзов делегации крупнейших промышленных центров советской страны. Ленинграда, Сталинграда и многих городов, областей, краев. Когда он умер, ну, не то что... Ну, я там... Ну, в общем, я тоже хотел посмотреть на его гроб. Ну, поскольку я жил на Тишинских районах, я знал все там ходы и выходы. Мы вышли на Трубную площадь. И вдруг сверху народ попер. И нас начало крутить. И я понял, мы с приятелем... Значит, мы краю, краю, краю. А все автобусами закрыто. Представляете? Выйти некуда. Значит, и грузовики. Я дошел до грузовика и впрыгнул в кузов. И мой приятель впрыгнул. Мы поняли, что надо удирать. Открылась какая-то щель. Приехали медицинские машины. И мужики говорят, помогайте. И мы таскали людей, которые в омороке были там. Помогали выйти в эту щель. Так я и не дошел никуда. На Трубную сейчас кончился. Подходим к Трубной площади. Нас останавливает. Мы стоим минут двадцать. И вдруг мы видим, отсюда выезжает один грузовик. Потом второй грузовик. И в нем вот такой вот конусом. Вот так вот конусом. Представляете? Набросана обувь. Обувь. Причем вот от таких вот туфелек до таких вот. Представляете? Машины. Обуви. Детская, женская, мужская. Представляете? Колонна замерла. А где же люди? Так переворачивали даже эти машины. Настолько, понимаете, народ озверевший был. Залетали в квартиры и кричали, как, так сказать, перейти на следующее здание или тут проход, или черный ход. В общем, было что-то жуткое. Велико народное горе. В глубокой печали проходят перед гробом. Советские люди. Нас заперли. Ну, три дня мы не выходили на работу. А потом погнали. Я тоже думал. Лучше будет или хуже. Вот и все. Не дай бог, чтобы нас, ну, боялись, в основном боялись самоуправства. Потому что со смертью Сталина мы боялись, что будет ожесточение против антисоветчиков. Что вот, мол, Сталин умер, а это, может быть, и вы виноваты в этом, замешанные. Шел разговор только, кто вместо него встанет, если, говорит, будет Калинин, если будет еще там кто-то. Ну, конечно, дедушка, он старый, со сбородкой такой, он добряк. Он нас на всех отпустит, на все четыре стороны. А другие говорят, шлепнут, шлепнут обязательно. Это у нас был радостный день. Вот. Но это так уже чувствовали, понимали. И, значит, радость не проявляли открыто. Можешь угодить в бур, в барак усыдельный режим, или картер, или как их называют, так? Штрафные лагеря, где ты находишься в камерах, и у тебя 25, и никакого варианта вроде выбраться. И тут умирает вот этот, вот этот, я понимаю, что не нахожу слов дальше. Умирает Сталин. Я помню до сих пор, как подходит майор Ванюхе, начальник отдела борьбы с бандитизмом, говорит, что туманов, гуляешь? Я говорю, гуляю, гражданин начальник. А такая, знаешь, проволочный, проволокой колючий дворик. Он так улыбается, у него интеллигентное лицо, несмотря на должность начальника отдела борьбы с бандитизмом. Вот, знаешь, такое лицо очень. И улыбается и говорит, ух, с хвост отбросил. Сталин, значит, умер на жаргоне. Они тоже все говорили на жаргоне. Я так немножко одурел. Я говорю, гражданин начальник, вы что, серьезно? Он говорит, разве такими вещами шутят? Я бросил гулять, влетел в камеру, оттолкнул этих надзирателей, никто ничего не понимает. Мне еще минут 15 гулять, понимаешь? Влетел и, значит, прокричал там, волчки и Сталин сдох. Ну, в общем, и все, естественно, понимали, что что-то должно случиться. Миллионы сидят в тюрьмах. В этот день было опубликовано постановление совместного заседания Пленума Центрального Комитета Партии, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР о мероприятиях по организации партийного и государственного руководства. С одобрением воспринял народ это постановление. Руль партийного и государственного руководства в нашей стране в надежных руках, в руках верных учеников и соратников великого Сталина. Ни днем, ни ночью не замирает мерное, как накат морских волн, движение на улицах. В один из этих дней, по-моему, это было 8 марта, тогда 8 марта не было праздником, был день рождения у какой-то девочки на Таганке, я помню. Ну, день рождения, он святое дело, тем более мы молодые, а еще оставались матрацы, которыми завешивали окна во время атак немецких. Вот мы завесили окна этими матрацами и отмечали ее день рождения с танцами и поцелуями. Утро 9 марта 1953 года. Как раз мы жили на поселке Кадыгчан. Это было такое всемирное горе. В нашем клубе тут разница 8 часов времени. И в 8 часов вечера, тут, наверное, было 12 часов дня, в клубе собрался весь вольный народ в клубе. И мы пионеры в галстках стояли в первых рядах и по радио транслировали всю эту церемонию. Там я даже помню, Берия что-то там взахлёк, чуть ли не со слезами там что-то говорил. Народы нашей страны могут быть уверены в том, что Коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранить стальное единство рядов партии и руководства. Я была в детском саду в последней группе, но я была на год старше. Нас всех выстроили, это же 5 марта, около кабинета директора на улице. И пока шла, мальчиков сняли шапки, всем по 5, по 6 лет. И пока шла демонстрация там, похорон, дети, мы все стояли по стойке смирно, около открытого окна кабинета директора, из которого доносились все эти самые все с Красной площади. Дети маленькие, не пописать, не отойти, ничего, вот что хочешь, то и делай. Большое горе пришло к нам. Умер наш дорогой отец, наш учитель, товарищ Сталин. Мы росли озаренные доброй, ласковой улыбкой вождя. Первым словом, которое мы научились говорить и писать, было вместе со словами папа и мама имя Сталин. Советские пионеры клянутся, что они свято будут выполнять заветы вождей, учиться, учиться и учиться. Все встали, гимн там играл, и все встали. Мы рыдали все в три ручья. Все дети и взрослые, ну, кого я видела, женщины, мужчины, может, они была Клинина, мы стояли, потому что в первых рядах. Ну, мы-то ревели белугой, просто все, искренне, понимаете, потому что Сталин. Как же теперь без Сталина? Когда умер Сталин, мы плакали с мамой, но мы его не жалели, мы плакали от страха. Кто еще, кто еще, может, еще хуже будет, понимаете, вот так. А мы с Арнольдом сидели за одной партой. С нами никто не хотел сидеть, потому что я бандит, а он фашист. А мы еще укрылись, Арнольд говорит, Шакал умер, да? Я говорю, да, ага, мы радуемся. Ну, мы от смеха давимся, такая радость у нас у обоих. А учительница наша по географии, она считала, что мы задыхаемся от плача. Она Арнольда по плечу, ничего, ребята, партия нас не оставит. Она нас выручит. Я говорю, Арнольд, очень хорошие времена наступили. Мы можем долго гулять, не учиться. Он говорит, а что будем делать? Я говорю, какой плакса. У нас так и называлась одна девочка была русская, она плаксой, мы ее называли. Мы ее на перемене поймали, как урок только начнется, ты зарывешь. Не зарывешь, мы тебя на перемене это сделаем. И приходит учитель, там, допустим, урок начинается, классная работа. И вдруг эта девочка, господи, что будем делать? Генеральный секретарь ЦК партии, вождь мирового пролетарета, умер. Девочки подхватывают. Потом мальчики, сами знаете, учительница, попробуй, не поймай, на второй день ее увезут, осудят. Ага, и урок сарада. А мы этим делом занимались две недели. Потом нас рассказала учительница по географии, Мария Степановна. Плакали, знаете кто? Плакали, весь советский народ плакал. А у меня другое запомнилось. Когда зэки на плацу шапки кидали кверху, и говорили сразу, что кличка у него была, знаете, какая у сталинских? Гуталинчик. Это его была кличка непосредственная. Гуталин вонючий. Мы в телевизоре, мы видим, вот как люди тут в Москве плакали, вот, не. Я не понимаю, этот, не. Там лагерь, никто не плакал. Никто не. Наоборот, не, они были очень... Все сказали, сейчас будет лучше. Эстонкие малолетки носились по лагерю. СССР, СССР, СССР. Что такое? Вообще они глухонемые были. Не разговаривали с нами. А тут СССР, СССР. Но все-таки отловили одну. И спросили. Смерть Сталина спасла Россию. Я хорошо даже помню, даже вот сейчас вы меня спрашиваете, а я вижу двух грузин, которые, ну, лезегинку танцевали. Но молча проявляли, значит, на них смотрели, видели, тоже радовались. Я лезегинку танцевала. Я танцевала самую настоящую лезегинку. Откуда? У меня в голове, я помню одно такое вот это самое движение. А вообще, я просто хотела сбросить с себя все. Порвать от тебя кухов и швыжнуть их куда-то такое. А дна носилась по комнате, как под мотив лезегинки. Уже в этот день я не увидел портреты Сталина у себя в комнате. Я потом только его через пару дней там увидел, что вот он лежит стеклом вниз. Пора выполнить решение партии правительства, принятое в марте 1953 года. То есть умер Сталин. И тогда вот в этой обстановке вселенского горя все плакали. Народы, я всем говорю, вы помните, когда Сталин умер? Что теперь будете делать, когда Путин умрет? Гроб с делом Иосифа Вестерионовича Сталина устанавливается в мавзолее. Рядом с арктофагом Владимира Ильича Венина. Народ прощается со своим вождем, другом, учителем, отцом. На следующий день заявилась моя бабушка с тортом, с какими-то бешеными конфетами. Вся из себя такая дама, просилась у директора, меня забрала, отвела меня в лес. А мы в лесу за городом были, в детском саду. Отвела меня в лес, нашла пенек, накрыла скатертью и держала передо мной речь, что если ты думаешь, что он попал в рай, никогда этого в жизни не будет. Такие люди, как он, только в аду. Он уже сейчас жарится. То есть я, вот я помню, что кушай, деточка, кушай. И я этот торт наворачивала. Это был сегодня великий день, сказала она. Сегодня он, наконец, помер. Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, И Ленин великой нам путь озарил. Нас вырастил Сталин на верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok